МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программа создана при поддержке Олимпийского совета Республики Мордовия. Здравствуйте! В эфире программа про спорт и я, ее ведущая, Ирина Семенова. Здесь мы будем следить за развитием Олимпийского движения в России в целом и в Мордовии, в частности, сегодня в Центре внимания. Налоговые вычезы занятия спортом и физкультурой, как россияне сэкономят на здоровом образе жизни. Боевые искусства, какие дисциплины популярны в нашем регионе и каковы перспективы у этого вида спорта. Встреча Артема Сдунова с некоммерческими организациями в Мордовии может появиться региональный грантовый конкурс. Спорт в районах республики. Сегодня изучаем Лямберский район. Проект про спорт набирает обороты. С запуском нашей программы продолжают поздравлять те, чьи имена известны во всем мире и неразрывно связаны с Мордовией. В начале выпуска приветствие для вас о соседней Нижегородской области. На связи с нашей студией чемпион мира по смешанным боевым искусствам, известный в России из-за рубежов спортсмен и актер Олег Токтаров. День добрый, дорогие соседи. Я обращаюсь к республике Мордовия, ее жителям, гостям Мордовии. Скоро у вас появится новая программа. Называется она «Проспорт». Вот так просто. Это новая инициатива Олимпийского комитета Мордовии и народного телевидения Мордовии. Я почитал, что они собираются освещать. Это будет достаточно интересно. Я думаю, что поможет развитию спорта в республике. Хотя спорт в республике развит намного лучше, чем во многих других регионах. Так держать. Я надеюсь, что в скором времени увидим эту программу. Я буду один из зрителей. Всегда. Спасибо. Ваш Олег Токтаров. Наша программа уже появилась. Олег Токтаров не единственный, кто будет вместе с нами следить за развитием спорта в Мордовии. Тот, чьим именем названа республиканская школа бокса. Чемпион мира в тяжелом весе Олег Маскаев. Также на связи с нашим телеканалом. Дорогие друзья, хочу поздравить вас с новой спортивной программой про спорт. Сам лично поддерживаю спортивную программу и эту программу. Потому что дает направление нам заниматься физической активностью, спортом. А спорт вы знаете, что это наше здоровье. То есть мы развиваем свою базу здоровья, которая нам в жизни очень помогает. Как и в семье, как в учебе, в работе. В любом направлении здоровый человек всегда имеет возможность принимать правильные решения. И трезвые решения. И самое главное, что хочу пожелать спортсменам, чтобы и людям вообще, кто занимается спортом. Чтобы больше занимались спортом и не останавливались на достигнутом. Продолжали нести ту базу, которая у нас есть. Чтобы через результаты достигнутый высокий план, который мы одолеваем. Чтобы прославлять нашу республику и нашу страну. Свой привет и пожелание всем, кто причастен к спорту, передает еще один спортсмен, чьи корни уходят в Мордовию. С нами на связи чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам Владимир Минеев. Дорогие друзья, я искренне рад приветствовать вас. Мордовия моя историческая родина. В детстве мы каждое лето приезжали к бабушке в деревню Вычалковский район. Она чистокровная рязянка. Поэтому во мне тоже сечет мордовская кровь. Я знаю, какое отношение к спорту в республике. Какие условия созданы для спортивной самореализации граждан. Не во всех субъектах нашей страны есть такая инфраструктура. Здоровье с сбережением необходимо заниматься на всех уровнях. Личным, семейным, общественным. Большая роль в решении этой проблемы отводится пропаганде, популяризации здорового образа жизни. Особенно среди молодежи. Поэтому я в полной степени поддерживаю инициативу создания новой спортивной программы. Это здорово. Дорогие земляки, будьте сильны, крепки духом и настойчивы. Тогда все получится. А еще не ленитесь учиться и познавать новое. Здоровья вам! По словам заместителя министра Ксении Машковой, в основном возможностью получить налоговый вычет воспользуются посетители фитнес-центра. А ко второму чтению в законопроекте могут указать, что вычет можно будет получать из-за оплаты занятий детей спортом. Такую возможность прорабатывает Минфин. Также проект Кабмина об упрощении получения налоговых вычетов был принят в Госдуме в первом чтении. Этот проект предполагает, что гражданам не нужно будет лично подавать декларацию в форме 3НДФЛ. Получить вычет можно будет в один клик. Благотворительный фонд Владимира Потанина сообщает о начале приема заявок для участия в конкурсе «Спорт для всех», который пройдет в рамках новой благотворительной программы «Сила спорта». Цель конкурса – оказать поддержку любительским спортивным проектам. К участию приглашают некоммерческие организации, которые занимаются развитием массового спорта и физической культуры, а также работают в сферах образования, культуры, охраны и профилактики здорового образа жизни, социальной поддержки, защиты окружающей среды и благотворительности. Подробные требования можно увидеть на сайте, адрес которого вы увидите на экране. Победители получат гранты на реализацию своих проектов. Грантовый фонд составит 30 миллионов рублей. Заявки для участия в конкурсе «Спорт для всех» принимаются до 28 февраля 2021 года. А теперь к новостям Ордовии. 28 января временно исполняющий обязанности главы республики Артем Сдунов встретился с представителями некоммерческих организаций, которые стали победителями первого этапа конкурса фонда президентских грантов в 2021 году. Руководитель региона отметил, что в основном поддержку получили проекты в сфере культуры, пропаганды здорового образа жизни и религиозного согласия. Всего от Ордовии на первый этап конкурса было подано 100 заявок. 19 проектов стали победителями. Общая сумма поддержки составила почти 20 миллионов рублей. На встрече также было отмечено, что в Ордовии зарегистрировано 1413 общественных объединений, но не все из них по факту активно работают. Тем не менее, с каждым годом в конкурсе президентских грантов участвуют все больше проектов. Так, в прошлом году по итогам двух этапов конкурса победителями стали 43 участника из Мордовии. В результате в регион удалось привлечь 36,7 миллионов рублей. На встрече с представителями НКО также были подняты вопросы поддержки от правительства. В частности, это льготная аренда помещений, возможность микрокредитования и создание центра поддержки некоммерческих организаций. Рео главы поручил изучить предложение, чтобы найти пути решения существующих проблем. Отмечу также, что в январе фонд президентских грантов анонсировал программу региональных грантовых конкурсов на условиях софинансирования, что позволит увеличить поддержку НКО. Артем Сдунов поручил в ближайшее время заняться созданием грантового конкурса в республике. Периодически в наших выпусках мы рассказываем о видах спорта, которые наиболее развиты, активно развиваются или только начинают путь своего развития в Мордовии. Пробуем разобраться в дисциплине, понять, какие существуют перспективы и узнать, насколько она востребована. Сегодня речь пойдет о боевых искусствах. В регионе более 5000 детей и взрослых занимаются разными видами единоборств, в том числе две олимпийские дисциплины – тэквондо и карате. Популярен еще не вошедший в олимпийскую программу тайский бокс. Секции боевых искусств – одни из самых востребованных не только в Саранске и Розаевке, но и в половине других районов Мордовии. В регионе действует филиал Российского Союза боевых искусств. Для того, чтобы готовить спортсменов сборной страны и тех, кто будет показывать еще более высокие результаты, руководство регионального отделения Союза предлагает создать единый центр боевых искусств со специальными залами. Говорят также о подготовке кадров, коллективных специалистов с педагогическим образованием и опытом работы не так много, как хотелось бы. В Мордовии ежегодно проходят соревнования разного уровня. В 2021 году планируется провести свыше 100 спортивных мероприятий по боевым единоборствам. Самые популярные виды боевых искусств в регионе – это, конечно, каратэ, дзюдо, рукопашный бой, самбо, смешанные единоборства, тэквондо и тайский бокс. А теперь о спорте в разных уголках Мордовии. Сегодня в центре нашего внимания – Лямберский район. В районе действуют три физкультурно-оздоровительных объекта. В самом Лямбере, Атимаре и Большой Елховке. Пропускная способность каждого – более 700 человек ежедневно. Кроме того, в Лямберском районе 82 спортивных объекта. Это залы, поля, стадионы, площадки, уличные тренажеры. Общая площадь составляет более 42 квадратных метров. Общая доля тех, кто занимается спортом массово или профессионально – 48%. Это почти 16 тысяч человек. Таким образом, район находится в тройке лидеров по этому показателю в республике. Основные виды спорта – легкая атлетика, футбол, баскетбол, борьба на поясах, греко-римская борьба, настольный теннис, мини-футбол, лыжные гонки, биатлон и хоккей. С детьми и взрослыми работают 42 человека. Это тренеры, преподаватели физической культуры и другие сотрудники спортивных школ. В школах реализуются общероссийские проекты «Мини-футбол в школу», а также чемпионат школьной баскетбольной лиги «Кэсбаскет». «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры», «Шиповка юных», «Серебряный мяч» и «Белая ладья». Соревнования по шашкам. Есть и районы, и соревнования дети, и подростки участвуют в турнирах «Кожаный мяч», «Чудо-шашки» и «Шиповка юных». Для пропаганды здорового образа жизни созданы состязания среди несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении «Скажи наркотикам нет». Кроме спорта массово развивается и профессиональный. Лямберский район воспитал множество спортсменов, чьи имена известны далеко за пределами Мордовии. В частности, на достойном уровне находится легкая атлетика. Евгений Москинсков – серебряный призер Олимпийских игр в Мельбурне. Денис Нижегородов – двукратный олимпийский призер. Евгений Димков – чемпион мира по спортивной ходьбе. Вячеслав Головин, Олег Кисткин и многие другие – обладатели наград международных и всероссийских соревнований. Команда района также регулярно восходит на пьедестал республиканских соревнований. С каждым годом новые победы приносят участники командного чемпионата и первенства Мордовии по легкой атлетике, Кубка Мордовии по бегу и регионального кубка по спортивной ходьбе. В 2020 году пять команд, воспитанных Лямберской детской и юношеской спортивной школой, стали победителями всероссийских соревнований по легкоатлетическому многоборию шиповка юных по ПФО. В этом же году Лямберская детская и юношеская спортивная школа была в очередной раз признана победителем республиканского смотра конкурса на лучшую организацию дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. Развиты и другие виды спорта – хоккей, борьба, мини-футбол. В этих дисциплинах воспитанники Лямберских спортивных школ в разные годы завоевывали республиканские кубки и продолжают достигать высот. Однако для новых побед необходима хорошая спортивная инфраструктура. И здесь не все так гладко. Спортивная общественность района ждет окончания строительства стадиона. Началось оно еще в 2013 году в рамках государственной республиканской программы развития физической культуры и спорта. Сейчас финансирование строительства приостановлено. И как будет дальше – пока неизвестно. Для спортивной жизни района наличие хороших спортивных объектов – определяющий фактор. Будут стадионы, будут тренировки и местные соревнования, а значит будут и подготовленные спортсмены, способные не только прибавить много наград в копилку региона, но принести новые победы, значимые для России. Мы продолжим следить за развитием событий и рассказывать об этом в новых выпусках программы про спорт. На этом наша программа подходит к концу. В следующих выпусках продолжим говорить о спорте в Мордовии и за ее пределами. О своей предложении и пожелании вы можете присылать на официальную страницу Олимпийского совета Республики Мордовия. Адрес вы видите на экране. С вами была Ирина Семенова. Пока!